Hello and welcome to lesson number 34 Герунди или начальную форму глагола Итак, поехали Первое Bob enjoys reading или to read books Bob получает удовольствие от чтения книг Правильный ответ должен быть такой Bob enjoys reading books Number two Pat suggested to play or playing a game of chess Pat предложила сыграть партию в шахматы Вспоминаем, что мы ставим после глагола suggest Предлагать Разумеется, это герунди, gerund Pat suggested to play a game of chess Number three Where did you learn speaking or to speak Spanish? Где ты научился разговаривать по-испански, говорить по-испански? После глагола learn мы обычно ставим инфинитив, начальную форму глагола Where did you learn to speak Spanish? Number four He asked me talking or to talk to the boss Он попросил меня поговорить с боссом Здесь достаточно просто совпадает, как в русском языке, что сделать, поговорить Поэтому у нас будет так He asked me to talk to the boss Попросил меня поговорить с боссом Number five She hopes to graduate or graduating next summer Graduate Выпускаться из университета, заканчивать университет То есть она надеется закончить университет следующим летом She hopes to graduate next summer Идем дальше Number six Jim offered us helping or to help with his work Jim предложил нам помочь со своей работой Точнее с этой работой, с нашей работой Предложил нам помощь свою Jim offered us to help with this work And number seven Josh likes sitting or to sit in front of the TV all day Джош любит сидеть перед телевизором весь день напролет Наверное помнить, что после глагола like можно ставить как инфинитив, так и герундий Поэтому у нас получается два варианта Либо Josh likes sitting in front of the TV all day Или Josh likes to sit in front of the TV all day Number eight Восьмое Sam decided to become becoming an engineer Sam решил стать инженером Decided to So Sam decided to become an engineer Number nine She refused to speak or speaking to me after that Она отказалась разговаривать со мной после этого Она отказалась после глагола отказываться refuse Мы ставим инфинитив Поэтому She refused to speak to me after that And number ten Последнее в этом упражнении Но вас ждет еще одно впереди Do you mind helping? Или to help me? Ты не против помочь мне? Но после оборота Do you mind? После глагола mind Мы обычно Да что там обычно? Мы должны ставить с вами герундий То есть глагол с инфинитивом окончании получается Do you mind helping me? И второе очень коротенькое задание Вам нужно внимательно посмотреть на данные примеры с картинками И подобрать к ним подходящие глаголы Ну давайте посмотрим первый Jack refused us his story Jack отказался нам свою историю Что мы делаем с историей? Мы наверное ее рассказываем Ищем в рамочке справа глагол рассказывать по-английски To tell Подставляем его сюда на место И получается Jack refused to tell us his story Jack отказался рассказывать нам свою историю Давайте посмотрим второе Erica likes computer games Erica любит компьютерные игры Наверное она любит в них играть Смотрим есть ли у нас с вами глагол играть Конечно же есть И это глагол с инфинитивом окончанием Это gerund playing Ну в принципе можно после like было бы поставить и начальную форму глагола Но герунди то герунди Получается Erica likes playing computer games Let's have a look at number three He is trying a picture Он пытается картину Что он пытается сделать картиной Вероятнее всего он пытается ее нарисовать Ищем глагол рисовать справа Есть ли у вас такой? Конечно есть Глагол to draw Рисовать Подставляем его и получаем He is trying to draw a picture Он пытается нарисовать картину Number four The boy wants a doctor Мальчик хочет врачом У нас с вами осталось всего два глагола справа в рамке To become и dancing Где же здесь глагол подходящий? Мальчик хочет стать врачом Становиться To become Совершенно верно The boy wants to become a doctor Ну и последнее, пятое Sally enjoys Что же она любит делать? От чего же она получает огромное удовольствие? От танцев И после глагола enjoy Мы всегда с вами ставим герундий Глагол с инговым окончанием То есть Sally enjoys dancing Очень любит Sally танцевать На всякий случай я напомню вам Что вы можете подписаться на канал Если хотите Вот нажимайте на кнопочку Подпишись на канал На ваших экранах И ставьте большой палец вверх Это лайк Под видео Если видео вам понравилось Если мой урок вам понравился Кроме того Предлагаю выполнить домашнее задание Я для вас приготовил Десять предложений Ну точнее Десять глаголов С которыми я хотел бы Чтобы вы составили предложение Давайте я их все перечислю На всякий случай переведу Вдруг вы что-то не помните Или забыли Так, первое Number one I like Ну разумеется Я люблю И рассказайте Что вы любите делать Number two I dislike Что вы не любите делать Дислайк Не нравится что делать Или не любить что-то делать Number three I hate Hate Более жесткий глагол Чем dislike Hate значит ненавидеть Что я ненавижу делать Четвертое I promise Что вы обещаете сделать I promise Number five I practice I practice То, что вы Тренируетесь делать В чем вы практикуетесь Шестое I don't mind То, что вы не против сделать Да I don't mind Мне все равно То есть Вы не возражаете Сделать что-либо Number seven I offer you Я вам предлагаю Опять же Сделать что-то Number eight I enjoy То, от чего Вы получаете удовольствие Напишите дальше глагол Используйте глагол То, что вы любите Очень любите делать I admit I admit Это признавать Я признаю, что И что-то там Опять же вы сделали И последнее Десятое I refuse Я отказываюсь Опять же Что вы отказываетесь Делать А на этом Я с вами прощаюсь Скоро увидимся Bye-bye And I hope to see you Very soon guys Bye-bye